Ансонова и Насте Ковалёвой, свадьба Юлии Сиграна стала реальной проверкой, которую они блестяще прошли. Настя на протяжении всего торжества ни разу не притронулась к спиртному, а Алексей не стал общаться со своей бывшей девушкой Элиной Корякиной. Лёшенька, ты сквозь все пробки ко мне приехал. Кто? Сквозь все пробки ко мне приехал. Как раз вы. Ты как всегда прекрасно выглядишь, мой любимый пиджак. Ну что, вот ребята на поле, они стали говорить, что у тебя отношения с Настей становятся обузой. Это же неправда? Это абсолютно неправда. Говорят, что тебе нравится больше твоя темпераментная бывшая девушка, что ты все-таки скучаешь. Нет, это бред абсолютно, это мнение людей, как там не пытались вчера на свадьбе, да, вчера свадьба была, как не пытались там спровоцировать, как не пытались там подговорить, чтобы и мы с Элиной поговорили, и что типа Элина хотела поговорить, Элина хотела мою реакцию видеть, но я никакой реакции не давал, потому что ее нету. Я ожидал, я даже могу признаться, что я ожидал, что что-то будет, да, вот, ну как бы полгода не видеть человека, да, я думал раз и начну думать, да, вспоминать там все это, но этого не случилось абсолютно. Я думаю, это о том, что как бы очень большой срок, как бы то, что мы расстались и все. Тем более, я люблю человека, я не хочу терять Настю. Ну а как Лев-то на нее реагировал? Вообще никак. Вообще, а, причем, вообще ноль. Она пыталась, знаешь, она меня провоцировала, она пыталась меня там толкнуть, задерживать, представить. Леша говорит, я так рад, что как бы, ну там, не подрались, ничего не случилось, потому что, ну, как бы, я, говорит, ее знаю. Как дура вообще себе вчера вела. А в смысле она тебя толкала? Она напилась, что ли, или что? Она, ну, походу, я не знаю, как, она не пила вообще, она пила чай. А я не ела, не пила, пила чай, короче, ну, и что-то какая-то такая странная, вся дерганная, нервная. Когда букет вышла ловить, она такая, меня вот так, вы знаешь, ну, как бы я... А ты с ней не здоровалась, ну, что? Да что ты, с ней вообще не общалась? Она пришла, давай... Да зря, кстати, я бы на 2 месяца пару бы сказала, знаешь, привет, как дела, знаешь, чтобы ты ее сразу обезоружила. Нет, ты знаешь, я как бы не показывала, что мне там есть какое-то дело до нее, то есть ровно вообще, без всякого негатива, без всего такого. То есть ровно, почему я должна с ней здороваться, я даже не знаю. Как бы за столом за одним сидели, я, в принципе, нормально, я видела, что она прям ко мне так неровно, знаешь, дышит. А Леша вообще как бы молодец. Ну, он нигде с ней не отлучался? Нет, он вообще от меня не отходил, мы там танцевали, плясали, а она, его такая в коридоре, при мне, причем я видела, не при мне, я видела за столом сижу. Ты не хочешь пообщаться? Нет, нет, не хочу, дальше пошел. Ну ты, короче, не пила ничего, да? Я ничего не пила. Даже два бокала? Вообще, ни капли, прям вообще ни капли. Ну, а что мы ругаемся на всех мероприятиях, да, там, на свадьбах, на дних рождениях. Почему там все это, из алкоголя всего. Я говорю, ну меня вот, я не пью просто, меня, я не люблю, я говорю, я не употреблял, я не знаю. Ты вообще не пьешь, да? Я не раз в жизни пробовал, не пью, не вина, не шампанское. Даже не пробовал? Ни разу в жизни, вот я тебе клянусь, человек. Что ты молодец. Никогда в жизни, я не курил, никогда не понимаю, 100% здоровый образ жизни. Вообще ноль. Тебе мам подтвердят, Павла, все что угодно. То есть ты даже не знаешь, как вкус алкоголя? Я не знаю ни вкуса, ничего, единственное, знаешь, когда там, знаешь, там, ребята пили пиво, я, ну там, вот, благодаря, я только один раз понюхал его, понюхал просто бутылку, и все, ноль. Я не могу тебя не подслуживать. Ты молодец прямо, я тобой горжусь. Не, 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 я никогда. Это вообще большая редкость. Я знаю, и смысл в том, что у нас разговор такой состоится, она говорит, ну неужели мы из алкоголя ругаемся, я говорю, ну мне неприятно, я говорю, мне абсолютно неприятно, вот, и все. Она говорит, ну ладно, я не буду пить, и она говорит, если я не буду выпивать, мы не будем ругаться, я говорю, абсолютно нет, так и произошло. Вот раз на бытовой почве. Так и не вытирешь. Да что ты говоришь? Ну вот, не вытирешь, ты даст кофе раздву. А я запомнил эту фигню. Посмотри. Да, кто же вытирает, интересно, входит, замедняет. Посмотри, посмотри, и я тебе сейчас просто замечание сделаю, ты в ванне вообще не вытираешь, блин, я постоянно, я три раза уже мыл вот это, то, что пролипает, когда вода стекает, остается вот эта вот грязь, я постоянно, блин, елышком из пленитаза мою, это. А больше нечего вытираешься. Ты что, прикалываешься сейчас? Я в ванну, может, а вот. У нас нету больше этого. А, ну нормально. А что ты не видела, что там чисто все, да? Да? А ты не видела, что я в воду постоянно, которую ты, ты можешь, как будто в бассейне представлять. А ты можешь, когда вода убегает, дождаться этого момента, когда она убежит, исполоснуть? Нет, не могу, я мертвую. Исполоснуть можешь? Нет. Утром захожу, там вообще грязь такая. Да что ты, а то, что все зеркало в зубной пасте, ты не замечаешь ли на следующий день этого нет? В смысле в зубном пасте? А с какой суперпуг в зубной пасте? Ты тоже тыщишься от зуба. Я аккуратно. Я тоже аккуратно. Потому что я отмываю после этого. Так у тебя, ну вот, ты пачкаешь, ты отмываешься. У меня не летит зубная паста. Чего ты крутишься? Давай. Прикрючай, не помысь. Чего ты крутишься? Да ничего. Можешь ответить мне на вопрос, или я могу тут быть в свободе? Чего? Или мне можно вниз пойти? Или ты мне можешь ответить на вопрос, или нет? Ну, Леша, ну если бы ты прочитал, ты бы не грузился? Да, я многочисла под тебя поверну. Я грузился так же. Но если я тебе говорю, что не надо грузиться, значит не надо грузиться. Все, ты мне вообще насрадишься сейчас. А? Да я знаю, что тебя насрадишься, поэтому не грузишься. Что ты думаешь, она пишет? Что? Мне насрадишься, что она пишет. Да? Видать, столько женихов и столько времени, что... Ну, аж все это время сидит в интернете и пишет обо мне и о тебе. И о том, какая она. Какая она? Ну, не знаю, какая она. А что ты сказала, какая она? Ну, почему она сказала? Чего я не сказала? Тебе Терекин это показал? А? Он рассказал, да? Ну, он, я читал, да. Он же специально сидит, блин, там, на... А ты ему что сказал на это? Я говорю, бред. Ну, он сам помнит, что это бред. Да, знаешь, вот что, верит в то, что пишет интернете. Как хорошо, что я там не сижу и не строчу. Настя, куда? Это Лиза, а не Слера. Ты... Ты... Ты с ней слышишь? А ты нормально говоришь. Я сказал Лиза. Ты сказал Слера, слышишь? Слышишь? Ты это больше записывай тогда, или запечатляешься? Походу, она вот это вот прочитала. Да? Да. Настя, иди сюда. Ты что случилась? Не трогай меня, Лёв. А что случилось? Ничего. Ты можешь сказать, что остановить? Что случилось? Что случилось? Что ты п***ь там мне? Что ты разговариваешь? А? Что ты разговариваешь? Фу, не хочу все тебя видеть. Иди, Эльцелина, встречайся. Что хочешь делать? Что ты так разговариваешь на все, что ли? Катя, спасибо тебе, что рассказала. Да. Успокойся. Убери руки свои. Ну, только. Настя. Алло, слышишь меня? Да вышла, Катя. Ты понимаешь, что если я это слышала, я не могла тебе это сказать. Они бы все равно это сделали. Ну, ты мне расскажи это слово, что ты слышала. Что он тебе говорит? А ты мне расскажи, что он говорил ей лучше. Ну, просто при нем пришла смс-ка от нее, вот, там что-то, ну, он там, что-что, Элина, что, Элина. И когда я с ней разговаривала, он там, да, я скажу, да, я скажу, да, я скажу. Ну, просто при мне он говорил, что ему стыдно, что он там что-то оскорблял, и он хочет поговорить, извиниться, там, тра-та-та. И потом забрал у меня в машине, когда мы ехали трубку, и говорил с ней. Ну, там не было ничего такого, что про чувства, там что-то еще, он говорил, надо встретиться, надо встретиться, поговорить, надо встретиться. Да пошел он нахуй, Кань, серьезно, какие чувства. Да не говорил, Заня, не плачь, не плачь, ничего пока такого страшного не случилось. Да все, Кань, случилась. Заня, не плачь. Я в шоке, Катя, вот натура в шоке просто. А откуда ты это вообще фигню узнала? Он сказал. Да ничего не говорил, с интернетом. А тебе скинули, что ли? Да Терехину видел. А я не понимаю, зачем это все писать Элине? Зачем это? Фу, как мне стрёмно, б***ь, не могу просто. Сука, фу, просто мразь. Просто мразь. Не, ну представляешь, ну, Настя, смотри, давай так. Она пишет, он так хорошо со своей девушкой себя вел, от нее не отходил, но я же видела его взгляда. А потом он вырвал у Кати трубку, начал мне говорить о том, что он хочет со мной быть. Это же никто там, это кто это мог придумать, Катя? Что он хочет со мной быть? Что он хочет с ней быть, что он там, что отношения со мной, это вообще все ноль и все в таком духе. Ну да, ужасно, конечно. Чего? Катя, надо поговорить просто какие-то вещи, разговаривать с всеми друзьями на тему того, что он не хочет, понимаешь, других женщин. Он ничего не хочет, он хочет семью, зачем, б***ь. Настя, ну если честно, я тоже думала, что он тебя любит. Я не слушала. Катя, я тоже думала, не поверишь. И буквально, понимаешь, последнее не в это начало верить, б***ь. Я помню, что ты мне говорила. Мася, хочешь, сходи и в дом. Я не хочу, я хочу уйти, вообще ничего больше не хочу, я же все бесит. Б***ь, Катя не ожидала, вот честное слово, не ожидала просто. Я просто не ожидала. Подожди, не плачь, мой хороший. А ты можешь успокоиться и просто спокойно спросить его, зачем он это делает? Да не хочу. Чего спрашивать-то? И хочет, значит, делать, понимаешь. Не трогай меня, Лёш. А откуда это она узнала или что? Что произошло? Из интернета. Катя мне сказала, не поверишь, подруга моя. А что ты рассказываешь, я не помню? В смысле, что ты рассказываешь? В смысле, что ты рассказываешь? Подруга моя, не поверишь. Подруга твоя, а что ж она меня сводила с Элиной, твоей подругой? И Филиппе, замечательный... Давай, забей меня, не трогай. Послушай сюда, послушай сюда, и Филиппе делает замечание, что она творит. А теперь дай тебе расскажу, как есть. Не хочу, я не хочу. Я хочу тебе рассказать, как есть все. Я слышал все, сейчас оскорбление мое, я все слышал. Я это мимо ушей пропускаю, я тебе хочу рассказать, как есть. Ты хочешь поговорить со мной? Пойдем поговорим с тобой. Насть, ты сейчас сделаешь из мухи слона, пойдем поговорим с тобой. Я тебя слушаю, Леша. Ты хочешь поговорить? Я тебе даю, я тебе выслушаю. Я хочу, чтобы ты меня выслушал и правильно сделаю вывод. Я неоднократно, еще до твоего прихода, хотел встретиться с Элиной. И выходил с ней на связь, после того, как мы с ней расстались, для того, чтобы извиниться. Пусть это как бы не смешно звучало, это твоя подруга знает, Катя, и многие другие. Я хотел извинить за то, что ты там и говорил про ее отца, про ее маму, и все такое интервью дал. Понимаешь? На свадьбе я этого не стал делать. Я ни с кем взглядом не... А мне так важны эти извинения, да? Леш, ты чего ничего не говоришь? Для меня, вот честно, для меня важны эти извинения. Да? Почему? Я любил человека этого, я был с этим человеком. Я сейчас плачу, это тебе не важно, да? Если бы мне его не важно было, я бы не подошел к тебе. И сейчас ты из мухи делаешь слона. Я не хочу, чтобы ты вообще это думала, развивала. Я тебе могу сказать одно, что если ты так на все реагируешь, я бы тебе сказал... Я бы тебе на все. Я бы тебе сказал сегодня ночью, когда мы легли спать. Правда. Понятно? То, что я звонил, не то, что я звонил, то, что Катя разговаривала. Я взял трубку. Понимаешь? Я тебе могу сказать. А как мне говорят другие вещи, что ты хочешь с ней сойтись? И что Элина ей об этом рассказала? Элина есть, Элина. И что ты сказал, что отношения со мной, ты все... А вот все, я знаю, Леш. Не было такого? Нет. Да? Я тебе могу сказать честно, что такого не было. Я тебе могу дословно пересказать весь разговор вчерашний у нас. Элина, конечно, красотка просто. Зачем тогда Леша выхватывает у меня трубку, разговаривает с Элиной, а потом, что ты рассказываешь? Ну вот я крайняя. Катя, ну ты же мне подруга, дай трубку. Да, Элина, конечно, исполняет. Нафиг. Я сейчас ей позвоню. Нафиг она это сделала вообще. Катя, что про нас что-то говорит? Катя, ну да, ну а про нас что? Что мы типа, подожди, что мы типа помирились такое. Там если такая, ура, Катя, сегодня помирились. Я такой в шоке, думаю, с чего это вообще-то такие разговоры. Я тебе ничем не обидел, я тебе не предал. Я тебе сам все рассказал. Раньше бы вертелся, как уши на сковородке, понимаешь? Говорят, что это нет. Но я тебе по-равду сказал. И ты должна отнестись к тому, что я в последнее время тебе всю правду говорю. Всю правду. Кто звонит, кто пишет, кто еще что-то. Сам тебе рассказывай, Настя. И мне, кроме тебя, никто не нужен, ты это знаешь. И я тебе могу пообещать, что я не собираюсь ни с кем теперь встречаться, ни с кем по телефону даже разговаривать и извиняться. Потому что если такая тема пошла, мне не надо. Я просто начал меняться в лучшую сторону, понимаешь? И я реально хотел еще до прихода тебя, хотел извиниться за то, что я жестко, и я знаю, как она относится к своим родителям, за то, что я жестко порафинил ее родителей. Вот и все. Алло, Элина, привет. Элина, вопрос на 100 баксов. Зачем ты выложила в интернет все, все то, что было вчера? Зачем фотки? А зачем ты написала, что мы с Филией помирились? Зачем ты написала про Настю Лешу? У меня сейчас такие проблемы, Элина. Что? Мне сейчас звонит Настя вся в слезах и рассказывает просто. И Леша мне предъявляет, зачем я ей рассказала, что вы созванивались, что ты написала, что он выхватил у меня трубку и начал разговаривать с тобой, тебя возвращать, что отношения с Настей полная фигня, полный ноль. Зачем это все было делать? Нет, в смысле? Так как, я не пойму, я что-то и не пойму. Это мне не нужно было вратить. Ты понимаешь, что ты подставила меня, ты издала того же Лешу. Ты понимаешь, я с тобой дружу, я тебя люблю, но я дружу и с Настей. Что? Слушай меня, в чем проблема? Если у тебя проблемы с Настей, то ты их решишь, ты мне до чего звонишь. У меня проблемы из-за того, что ты эту информацию, которая была вчера вообще, и касательно нас с Филиппом, и касательно вообще всего, взяла, выложила в интернет. Мне неприятно, Элина. Серьезно. Я серьезно говорю, если ты меня слышишь, за Филиппа, за ваше примирение, я сказала, что я вас помирил, а то, что вы помирились, я об этом не говорила, и это нигде не написано от меня. Хорошо, Элина, можно вопрос? Следующий момент, я это говорю, хорошо? Фотографии, которые мы вчера фотографировали, я выложила только единственное нормальное, потому что мы с вами там, и для меня это важно. И то, что написано про Лешу, это конкретно наше с Лешей отношение. И то, как он там взял футбол, это в пивнице вообще не предстоит. Элина, а теперь можно спросить вопрос? А тебе это зачем надо? Для кого это все выложено? Я тебе объясняю, Катя, я тебе просто говорю, все, что касается меня и Леши, я буду делать так, потому что это говно, понимаешь, сделал моего отца, и я буду делать так, что все, что будет Леша делать, это будет все... Он что, я не такой, ой, я хотела в тихушку это все делать, чтобы там Настя что-то не узнала? Да ни хрена! Элина сказала, за то, что я ее бросил, она мне будет всю жизнь калечить. За то, что там я на ее родители сказал, там, на отца, там, или не знаю, на кого там. Она мне будет портить жизнь Насте. И Настя поверила Катике Красниченко, нежели чем я на лучшее сказал, я говорю, дай я тебе правду скажу и не делай измутрия. Знаешь, как было? А если завтра на стройке будут ей звонить, она скажет там что-нибудь? Ты кому поверишь? Я на стройке же Настя, я на стройке, значит. Кому звонить? Ну, ведущих позвонят по Ирине. Ну и что? Что? Слушай, ну я сделала вывод, что человек, понимаешь, может столько всего придумать, главное, чтобы, там, не знаю, тему поднять, которая связана с ней, либо еще что-то. Понимаешь, что про свадьбу-то она ничего не скажет, потому что на свадьбе есть много свидетелей, которые подтвердят то, что Леша сидит со мной, и взглядов никаких не было в ее сторону. Понимаешь? Ну, тут она написала про свадьбу, что все было хорошо, но я-то чувствовала взгляды, хотя это никто не видел. Вот, понимаешь? А потом мне же она пишет о том, что, ну вот потом он выдернул Катику, если чем-то телефон, и сказал мне... Да, это что Бородина пишет. Да. И сказал... На разбаке. Да, там нету смс-ок этих. И сказал, что... А где ее смс? Говори себе. Я удалила. 7-7. Я что-то не поняла вообще ничего. Вы что, перепутали? Вы что-то? Три семерки-три. Люсь. А? Вы, может, с Мишей жить вдвоем будете? Вот неинтересно просто. А? А что такого-то? В смысле, что такого? Это его девушка. Да что ты? Ну, интересно, что пишет, да. А ты не подруга, что ли, у меня не понимала? Ты что-то... Ты в смысле подруга? Она о, как покрывает. В смысле подруга? Ну, а что ты не можешь сказать, вот, что пишет? Да, приходил, а. Что ты делаешь? Что ты сделаешь? А что она пинает? Била меня. Пойдя. Все. Угу. Узнаете завтра настроение. Ну, расскажи. Да, так-то уже ничего, знаешь, казалось бы, не случилось. Нервишки у парня шалят. Поняла? Угу. Ладно. Господи. Там у Ирина. Она придумала всяких интересных... всяких историй просто. Так а что ты ведешься? А? Так а что ты... Да я не ведусь. Бля. Просто надо было, знаешь, кое-что там раньше сказать. И раньше думать. Я буду ему мстить. Я сделаю так, чтобы он с Настей разошлит. Ну да, он рассказывал. Что я буду мстить. Что якобы ее никто не бросал. Тут он ее бросил. Она сейчас будет мстить. Он тебя же не трогал? Я не... Сидит, понтуется перед Терехой. Перепутала, говорю, что ли, что-то я не понимаю. Еще сделай меня виноватым. Он не плачет. Да я не плачу. Просто охренел. Сидел, играл тут. Я после всего этого еще ему блинов нажарил. Он это все поразбирал. Там стаканы, блин, бутылки. Блины эти все, понимаешь, просто в дверь. Ты такой срач. Чуть козел. Я в Валерьянке, если давно не пил. Видать. Ну и что ты решила? Все это терпеть? Все, это то, что он так все ведет, я не знаю. Видишь, уже здесь второй день. Это о чем-то, наверное, уже говорит. То, что было за периодом. Ой, блин. Дверь плотнее закрой, а. Из-за чего ты вела себя так неправильно, мы сказали? А? Из-за чего ты себя так недостойно ведешь, мне сказали. В смысле недостойно? Ну, из-за тебя посуду я бью. А, что ты недостойно ведешь? Ты. Чтобы из-за тебя я посуду бью над все это. А, да что ты, я еще и виновата. Если бы я не ты, я бы не бил. Если я с нервами не в порядке, это твои проблемы, по-моему. Да? Да. Я еще и виновата, мне нравится. Конечно. Конечно. Ты во всем виноват всегда. Пока ты со мной, ты будешь всегда во всем виноват. Да? Спасибо. Кто хоть предупредил. Чтоб знала. Угу. Привет. Ну что, Лежа, все мы ждали свадьбу Юлии и Тиграна, знали, что там будет Элина Корякина. Но вроде бы все прошло гладко, мы все выдохнули, все расслабились. А оказывается, вот они последствия отдаленные. Ну, от Элины можно ждать все, что угодно. Ну вот самое главное, скажи, были с твоей стороны слова, что твои отношения с Настей ничего не значат? Что все это пустой звук? Со мной в машине Катя с Филиппом ехали, и это абсолютно нет вообще. То есть Элина это все придумала? Это да, это все выдумки. Вот именно вот это вот, вот это вот, это выдумки. Остальное все правда. Я Насте сам показал статью, я потом сам все признался как бы и объяснил, для чего это мне нужно было. Вот и все. Настя, почему ты плакала, скажи мне? Каркодильными слезами почти целый час рыдала просто. Самсон умыться успел, покупать от твоих слез. Это еще он утром соленый такой. Леша мне просто показал статью, где Элина Корякина пишет о том, что на свадьбе, где мы вместе все были, да, Леша вел себя превосходно, он не отходил от своей девушки, потому что на свадьбе это были свидетели. Но потом, как она говорит, когда Леша был в городских, он вырвал у Кати Калисниченко трубку, начал говорить о том, что отношения со мной это ноль, что он вообще не хочет быть со мной, что он хочет безумно с ней встретиться. На что я, Леша мне сам причем эту статью показал, я пишу смс-ку Кате, Кать такое было, она мне пишет, Настя, да, было, но я не хотела говорить. То есть, ну, я-то подумала, что были такие слова, о которых пишет Элина, а на самом деле было то, что Леша разговаривал с Элиной по телефону, да. У меня истерика, то есть я, естественно, пока еще ничего не допонимаю, я начинаю плакать, кричать, мне обидно, потому что, ну, Леша мне говорит, там, о семье, о любви безумной, и мне просто стало обидно, что меня, ну, я подумала, что меня просто предали. Элина написала смс-ку Кате, Катя мне показала смс-ку, она мне сказала, я не могу без него, я думаю о нем, там, что мне делать, у меня мысли там все о нем, там, туда-сюда, вот. Я говорю, Кать, единственное, что я хочу, и Катя это знает, я хотел извиниться перед ней за то, что я там, как бы, оскорблял там ее там отца, там, мама, все такое, вот. Она захотела со мной поговорить, она мне дала, Катя, трубку, я ей объяснил, Элина, я говорю, нужно встретиться 5-10 минут, я говорю, если у тебя есть, ты можешь подъехать в гостинице, и я тебе расскажу, ну, как бы, и есть мне, что тебе сказать. Ну, более того, я еще знаю, что он звонил, как бы, и говорил, что я хочу с тобой встретиться и извиниться перед тобой. Вот, я, да, в итоге я уже хотела уйти с проекта, потому что Леша знает, что если у нас отношений с ним не будет, я уйду, это абсолютно точно. Вот, и Леша мне просто начинает объяснять, я сквозь слезы эти вопли начинаю, в принципе, понимать ситуацию. Ситуация такова, что Леша, да, он хотел извиниться, Катя с Филиппом это все слышали, никаких слов о том, что он хочет вернуться к ней, или о том, что отношения со мной это ноль не было, потому что они вместе в машине были. Единственное, что мне непонятно, откуда столько сердобольности, и откуда, чего вообще Леша хотел извиниться. И мне непонятно, почему он, ругаясь с тобой, перед тобой не хочет извиняться, А перед Елена, с которыми отношения были уже 20 лет назад, он все-таки звонит и говорит, я хочу извиниться. А что ты хотел? Я хотел извиниться, я в течение пяти месяцев этого ждал, как бы, я выходил на социалки, она игнор, и на это, я просто хотел, ну, как бы, с глазу на глаз извиниться, и все, больше, и ничего больше. У меня, как бы, отношения с Настей, знаю, что я размениться не хочу, как бы, если... Хорошо, и так ты это сделал, ты просто извинился, и это хороший поступок, и все, собственно, на этом все закончилось. На этом все закончилось, да, сейчас, как бы, ну, как бы, я уже не преследую таких целей, потому что человек, мне Катя рассказала то, что у нас Леша Денькинка, она сказала ей дословно, Элина, что, Катя, ты знаешь, я хочу ему испортить личную жизнь, меня еще никто никогда не бросал, от меня никто не уходил, как бы, вот, и за то, что он такие вещи натворил, я хочу ему испортить личную жизнь, я их с Настей разругаю, поэтому... Ты помнишь, я тебе даже говорил, то, что на свадьбе она даже Настю пнула один раз, когда-то, как бы, за букетом, но Настя умная девочка, она поняла меня, да, там, покапризничала, там, 40 минут, ну, как бы, сильно прям... Как ты думаешь, Элина, на этом остановится, или пойдет дальше? Я думаю, будут какие-то смс-ки, будут какие-то провокации, будут какие-то звонки, но мне будет гораздо легче теперь с этим справляться, потому что... Я Насте рассказал всю правду, она знает, что можно ожидать от человека, поэтому вестись на эти моменты никаким... Кем из двух блондинок, Настей или Элиной, окажется заполненное сердце Алексея Самсонова, нам поможет разобраться Оля Бузова. Как и во всем другом, мне кажется, на самом деле, Алексей Самсонов сам уже во всем разобрался, и вот я сейчас вижу, какая красавица Настя, как она прекрасно выглядит, с такой новой стрижкой, мне кажется, что у Самсонова даже не может быть сомнений, какая блондинка ему нужна. Леш, ну, хочется от тебя услышать теперь все. Оль, ну, мне, как бы я и не думал, даже вообще, как бы не метался там туда-сюда. Я знал, у меня четкая позиция была, вот, насчет... Я выбираю Собчак. Насчет этого человека, вот, это... Никакая мне Элина не нужна, как бы, я понял, я просто хотел, как бы, по-доброму извиниться, перчал, я там, за многое, да, там, вот, и... Ну, человек не хотел, ну, не захотел как-то по-человечески решать это все, все вот так вот вывернул, что, типа, я там, хочу что-то быть с ней, там, что я ее только одну люблю, там, все такое. Ничего страшного, плохого я ничего не сделал, я просто хотел по-доброму поступить к человеку, и все, и как бы... Ну, хорошо, тем не менее, поведение Элины меня немного настораживает, и я хочу просто поинтересоваться у Насти, она не боится, что Элина просто так не отступит и не сдастся, ведь она намерена, насколько мне известно, разрушить вашу пару. Ты знаешь, Оль, таких доброжелателей у меня было всю жизнь, и сейчас мы настолько, слушай, любим друг друга, что никакая Элина, Марина, либо кто-то еще другой, они просто не помеха для наших отношений, я и Леша, мы одно целое. Ты не боишься ее? Вообще не боюсь, не боюсь. Леша, Настя, вы молодцы, я сейчас хвалю вас собой. Оль, я хочу сказать, как бы, мы давно, как бы, с Настей никуда не выезжали, хочу на романтическое свидание пригласить, ну, в связи с последним событием, да, и... Конечно же, я вас отпускаю, более того, мне очень приятно слышать от Леши конкретную четкую позицию, что ему нужна только одна девушка, и других девушек для него не существует. Давайте этому поаплодируем. Я надеюсь, что так же будет продолжаться, и, ребята, по селовному месту, конечно же, я вас отпускаю. Спасибо. Романтическое свидание. А сейчас от одной парочки мы перейдем к другой. Смотри, смотри, как лапают тебе сиськи. Ну, иди, посмотри, что ты не понимаешь. Ну, смотри сам, ты же скам, да мне неинтересно. Ну, а что ты говоришь тогда, иди, посмотри. Я еще и говорила вообще. Да иди, посмотри. Ну, смотри сюда. Да мне неинтересно, ну смотри сам. Да ты посмотри, ты говоришь. Ты мне пихаешь, я не пойму, а? Да мне неинтересно вообще. Ну, посмотри, я тебя прошу, понормально, посмотри сюда, посмотри сюда, посмотри сюда, просто понормально смотри. Ни-и-и-и-и-и-и-и, давай. Мои сеселись, мое, мое, мое сеселись. Тиже еще, тиже еще. Ну, что, нормально? Вот так нормально, что ли? Да, у меня так. Ты что несешь? Что несу, ты несу, бедная, прям. Да он не так, это. Тебе без разницы, кому в тебя в трусы лезть, блин. Тебе пофигу, совсем. Че, клянила, ничего не пойму. Ну, я тебе говорю, не надо такое лицо делать. Ты, сука, смотришь это все, что потом мне... Не надо лицо делать. Да дай смотри, успокойся, беда, упала. Подпускайся, я тебе говорю, что ты лезешь? Че ты лезешь? Че ты лезешь? Успокойся. Перестань, мне постоянно врешь и лжешь, постоянно. Да мне зачем тебе варить? Я тебе говорю, было, да не было, покажи мне. А для чего ты мне следовала, покажи мне? Я с тобой в отношениях не была. Для чего ты, да мне полно? Для чего ты мне сказала, покажи? Для чего ты мне сказала, покажи? Ты мне сама сказала... Что я этого не помню? А че что тогда потом... А че ты лезешь тогда тогда? А че... Потому что ты попросила. Да че там попросила? Ты сам взялся лез, блин. Ты мне сказала, покажи. Сука. Ты сама, сука. Понимаешь, конченая сука ты. Самая настоящая. И поведение тебе б**ское, понятно? А у тебя нормально поведение у мужика? Да у меня нормально! Иди отсюда, урод! Вали ты отсюда! Маразота! Да ты сам урод кончил! Ты чё? Охренеть! Ты, сука! Ты чё? Убери руки отсюда! Пополам с тобой, ты веримый, это куда? Пополам со мной, ты в жизни был лишь как будто. Пополам с тобой, нам в жизни той не остаться. По телеве счастье пополам. Не люби, спокойно. Чай? Обувайся! Чё, опять у него вспышки? Да? Лёха, дай её. Пиццу себе как хватало. На руках чё? Не реви, Настёка, блин! Ну чё же, блин, такое? Дай воды. Ты чё сделал-то? Держи, Лёша, покойся. Ну чё? Ну это уже не нормально, блин, Лёша, потому что уже не первый раз начинает вот так вот швыривать. Я посмотрел серию, где Кузин саму это вот чай, ну когда мы ещё расставались. Я говорю, у тебя бой что ли какая? Я к нему лечу. Чё, жди-то, ну? А у меня там листу кинул тут вообще, у меня все нога. Синяка, короче. Фу, тварь, не могу. Купец, а ты не хочешь ему показать серии, где он общается со всеми? Да я ему то же самое сказала, блин, урод, блин, неуверенный в себе. Да угомонитесь, успокойтесь обоих. Вещи давай сейчас, мои кедаки, иди отсюда! Ты кто такой вообще здесь? Выгонять меня! Видишь, я как-то любишь мини-юбки. Ты мне говорил, что надо в мини-юбки к тебе приходить. Видишь, я специально для тебя оделась. Ой, ну прямо здесь духами, пап. Да я так, чуть-чуть здесь, это. Как всё красиво, Лёша. Да нет, здесь ничего красиво здесь. Как всё прибрано. Не-не-не, здесь надо убираться. Это моя не убирается. У тебя вот здесь смотри. Ой, помоги мне. Вот, вот, вот. Спасибо. А вот, подожди-ка. Пух, от курки. Смотри, сколько у тебя. Да, лезут, лезут в область. Нормально, нормально. Ну что, Лёша? Что? Скажи, пожалуйста, ты так только ко мне относишься или ко всем, девушка? Нет, я не ко всем так отношусь абсолютно. Почему? Меня это вдвойне пугает. Почему? Сегодня в Настю летел стул. Значит, такое может и со мной когда-нибудь случится? Нет, подожди. Если ты, как бы... Нет, вполне возможно. Только, ну, как бы, я... Ты же себя хорошо видишь. А, то есть ты... Ты так только к тем, кто плохо с тобой. Нет, ну, если... Подожди, меня вывели на... Нет, меня выводят на эмоции. Я очень эмоциональный, я быстро отходчивый. И очень жалею своих поступков, я не знаю, как бы, ну, когда отхожу. Ну, вот это же меня тоже настораживает, представляете? Нет, подожди, ты все... Получается, ты только как-то вот, когда кому-то издалека хорошо относишься... Нет, если ты адекватно себя ведешь и издалека, и вблизи, ну, образно говоря, да, то... А мне тоже казалось, что Настя себя адекватно ведет. Ксюша, меня затронуло то, что она меня обманула. Она прямо вообще очень много говорит. Она не раз на этом попадалась. Она потом вертится, как уж на сковородке. Ну, надо терпимее быть к людям. Так, я терпимее, я изменился. Вы что, я терпимее, наверное, много стал. Она тебе родной человек. Если тебе что-то неприятное, ты ей скажи об этом в другой форме. Скажи, ты знаешь, меня обижает, когда ты меня обманываешь. Мне кажется, ты мне не доверяешь. Ксюша, вот, а что мне сделать, вот твой совет, да? Что мне сделать, если я ей говорил и в хорошей форме, да? Это раз, обычно, и в ласковой форме, и в грубой, с матами я ей говорил. И подожди, и, ну, как бы, крича на нее жестко, я это говорил, в четырех формах. Ну, постепенно, не срывайся, не подгоняй ее. Человек должен сам осознать, чтобы что-то принять как стиль жизни, человек должен сам к этому прийти. Его невозможно туда затолкать. Нельзя насильно сделать человека счастливым. Ну, пойми ты это, наконец-таки. Вот просто знает. Вот судмой говорит, да ты надоела, я тебе сто раз говорю. Все, ты надеешь шагов вернулся, и будет еще хуже. Вот просто знай, и ты увидишь, на следующий день будет еще хуже, чем было вчера. И как только тебе хочется, вот это вот из тебя говно пошло уже, ты его вот так за шею взял, остановил, опустил, сказал, Настенька, я тебя очень прошу, не делай так, пожалуйста, больше. Ты увидишь, как на следующий день человек поменяется. Ну, вот правда, вот просто поверим. Пец. Ну, миску Терехина, наверное, ровняется. Ну, Терехина-то у него свои. Настя Терехина не позоряет, все руки распускали. Это трудно. Успокойся, ну, не обучается. Сама знала, на что идешь, Настюха. Ой, конечно, прямо вот она об этом только и мечтала, и знала. Алёха, ты не виноват. Вань. Да я сучу, че. А че, ну, нет, ну просто он столько времени молчал, что ли, копил в себе это, я что-то понять не могу. Увели настроение, не стой на этим. Да, он не стой на. Да, у него, понимаешь, у него так всегда, он страшный, ровняет, и сам от этого страдает потом. Че сказала, сам ржу, да? Если все поддержали Настю, включая твоего друга Терехина, значит, что-то ты все-таки делаешь не так. Так у меня своя же позиция, и мне не важно, там, Миша там что-то скажет, что у меня все свои позиции. Вот че слово. Я никогда не буду подвластен там чужого мнения. Очень красиво тебе. Красиво. Всегда делаю, всегда, я тебе умоляю прямо. Очень жестко. Летали тарелки, летали кружки. А в кого уже они попали, мы не знаем, в Лешу или в Настю, или Настя в Лешу. Короче, не знаем. Ксюх, помоги, пожалуйста. Кто в кого бросил тарелку, я так и не понял. Странный ты, Алексей, человек. Ксения Собчак, когда сегодня пришла на тет-а-тет, ты убрал комнату, надушил комнату. Сам оделся. Да, да, сам оделся. А Настя, которая живет с тобой, девушка, которой ты признаешься в любви, которой ты говоришь, что это будущая мама твоих детей, да, и все остальное, что ты к этой девушке относишься серьезно, да, в итоге в нее летают табуретки. Это проявление любви сильной, может быть? Ну, если я кидаюсь, значит, у меня есть эмоции, если есть эмоции, значит, есть любовь. Если бью, значит, люблю. Не, ну, не бью. Ну, то есть, действительно, принцип такой, да, если ты бьешь человека, значит, ты его любишь. Ну, я, во-первых, не бью никого. Слава Богу. Ну, слава Богу. Но эта табуретка могла попасть ей в голову, например? Слушайте, вы что, вообще, что ли, табуретку по полу пнул? Каким образом она могла в голову? Она что, на четвереньках стояла? А каким образом у нее, Настя, где у тебя синяк, на ноге? Угу. Слушай, я ничего не делаю, я еще раз, меня вывели, что дальше-то? Нет, просто в последнее время очень много мужских поступков по отношению к Насте происходит. Тебе так не кажется? Потому что я мужчина, поэтому много мужских поступков происходит. Мужских поступков, я имею в виду в кавычках, Леша, они не мужские. Но они и в кавычках происходят тоже. Ну вот, почему? Почему такая агрессия по отношению к человеку? Ну потому что, объясняю, ну как, потому что я неоднократно разговаривал над темой с человеком, чтобы человек не врал, вот и все. А в чем она тебя соврала? В мелких моментах врешь, из-за чего мы ругались в первых моментах, тоже перешло во вторые отношения, вот и все. А может быть ты ищешь просто эти моменты специально для того, чтобы зацепиться? Ну а зачем мне зацепиться, если мне не нужен был человек, я бы ушел от человека, зачем мне цепляться? Иногда бывает, что нравится поиздеваться на человека. А зачем мне, зачем мне издеваться? Я могу над кем угодно здесь поиздеваться, то я здесь захочу, зачем мне? Нет, а это не интересно над кем угодно. Да как не интересно? Интересно проверить человека, который находится с тобой. А зачем проверять смысл? Втыкнуть в него иголочки, а смотри, вот я, насколько я засуну, наполовину терпит, еще больше терпит, ой, до конца продавил, слишком продавил. Сочиняйте, Ксюх. Настя, я сейчас что-то сочиняю. Что я там проверяю? Нет, я просто еще наблюдала в течение дня сегодня за Лешным поведением. Но я так понимаю, что он считает себя во всем правым. Он с него ходит, ест, рыгает. То есть у него жизнь как бы течет, бьет ключом просто. А Собчак, да, пришла, я еще зашла в комнату, удивилась. Он выбросил все мои вещи с шифонера. А смотрю, все убрано. Такая, думаю, да ладно. Заглядываю в шкаф, все вот так кучей валяется. Потом я вспомнила просто, что у него тед был. Ну, нравится ему жить так, пусть он живет так. А почему перед Ксенией Собчак тебе неудобно перед девушкой, которая тебе нравится, да? Мы все прекрасно понимаем, что Ксения тебе нравится как девушка. А Настя, девушка, с которой ты живешь, которой ты любишь, занимаешься любовью, значит, да? А ты вот так вот должен все понимать. В смысле, я что, должен убираться дома, что ли, ходить там или что, готовить, что ли, что я должен? Ну ты же этот бардак создал. Я по минимуму, как смог, так убрал. Все, в чем проблема, ты не пойму. Мне неудобно перед человеком, перед посторонним человеком, вот и все. Да. Ну, если тебе неудобно, ты живи тогда один. И я, знаешь, сделала свои выводы. И если ты хочешь жить именно так и не считай себя виновным, то я просто собираю вещи и приезжаю в женскую. Собираю вещи, приезжаю в женскую. Все? Настя, ты чувствуешь себя виновной в этой ситуации? Нет. Ты знаешь, я, ну, как бы, знала, с кем я живу. И просто в некоторых моментах нужно промолчать, я это понимаю. Ну, я не считаю себя виноватой, знаешь, настолько, чтобы кидать в меня стулья. А почему Алексей занимается тем в последнее время, что ищет, до чего бы ему докопаться? Без понятия. Может, ты ему надоела, Настя? Ксюша, да почему ты надоела? Дело не в этом. Дело в том, что человек такой. Ну, я знаю, что я не надоела. И я знаю, что есть вроде как любовь, только такой любви мне не надо. Ну, что такое вроде как любовь? Ксюша, я переезжаю в женскую. Я так понимаю, вы расстаетесь? Да. Нет, последний, все. Последний, точно. Да что, блядь, последний, все, что-нибудь. Леша. Все, мы расстаемся. Леша. А ты не умеешь вообще какие-то выразить? Да я не хочу, меня достало это все говно, вообще, я не хочу, абсолютно. А чего говорить такие слова, если вы поотмиритесь? Да куда мы мириться? Илюха, это последнее. Я понимаю, что здесь у нас первое отношение было? Ну, смотри. А я не каждый день такие слова говорю, Илья, заметь. Настя, я вообще считаю, знаешь, я вот смотрю на ситуацию, я не понимаю, что ты молчишь-то? Тебе 50 лет назад уже сказали, что Леша на Собчак мне как-то не так смотрит. Ты сидишь и молчишь. А что я должна ему сказать, по-твоему? А что девушка нормальная скажет своему парню? А ты думаешь, я с ним не разговариваю на эту тему? Знаешь, ты как будто свыше смотришь и видишь каждый момент нашей жизни. Я не смотрю свыше, я смотрю со стороны. Тогда ты для начала поинтересуйся, а потом говори. Я вижу вопрос. Значит, тогда другой вопрос, почему ты продолжаешь ему говорить, а он продолжает вести себя так же. Вот, это другой вопрос, да. Вот этот главный вопрос, который ты должна задавать Леша. Вот, я задавала вопрос неоднократно опять. Саша. Ну, совсем вчера еще буквально Настя кричала то, что никакая Эля, никакая там Глаша, Даша не сможет вас разлучить и вашу любовь разбить. Сегодня прошло буквально сутки, я слышу с ним другие слова, два раз самимся надоел мне. Просто ребята на протяжении большого количества времени, они не решали проблемы, они просто заминали их буквально. Вот у них создала проблема, они, ай ладно, закроем глаза, закрыли, все, проблема исчезла. Но нет, проблема у них была в душе все-таки, я вижу, у Лехи проблемы в душе остались, у Насти какие-то обиды непонятные. Поэтому ребята оба в оппозиции, оба в гордости, они сейчас, как бы мы не хотели их давить, они еще не померятся вообще никак. Леха просто перекантовался, как на запасном аэродроме. Да не, Лёв, ну не надо это говорить, вот о себе ты говорила. Ну а как? А причина разговаривает. Ну как можно? А для чего я перекантовался? А для чего? Ну как можно? Чтобы держаться на проекте? Чтобы набраться силу. Да какой проект? Набраться силу, у тебя была ситуация сложная. Да какой я не могу играть чувствами? Я не могу играть. Понимаешь, если бы я мог пользоваться вот так, просто жить с девочкой, спать с ней, и говорить какие слова, я бы столько девочек здесь перебрал реально. Ты чего говоришь, Жилья? Ты у меня дура конченая, читатель. Ну я понимаю твою позицию, ты уже на протяжении долгого времени вот такие фразы, не нужна вот такой бредности. Я просто вижу ситуацию, которая циклично повторяется уже не первый раз. Настя все терпит, Леша это достает, что она все терпит, он может делать что угодно, он плюет, уходит. А ты думай, почему люди такие выводы делают в ваших отношениях? Ты сейчас разгорбил, а вот ты раз разговариваешь так, Настя, ты так ведешь, теперь ее и аэродромом запасной называют. У каждого человека есть свое мнение. Ты выставляешь свою женщину падшую, вот теперь все думают, что она аэродром. Я объяснил, что это абсолютно не так. Это его мнение, он живет в городе, он живет на поляне, не видит наши отношения. Это его мнение, он еще давно мне это говорил. Это его мнение. Да, у Лехи есть такая фишка, он сначала пытается свою девушку призвысить, чтобы все знали, что это его девушка, что с ней надо обращаться достойно, потому что это его девушка. А потом сам же берет ее и таптывает грязь и унижает. Но я сейчас не про это. Почему-то у нас на проекте все мужчины и не мужчины думают, что извиниться перед женщиной это стремно. Это стремно, это подкаблучничество, и это вообще, ну, так мужик нормальный не сделает. Ребят, поймите, это не стремно, это не подкаблучничество, если ты просто извиняешься перед своей девушкой за то, что она просто плачет. Она плачет, Лех, не просто так, потому что, там, знаешь, ты ее как-то сильно обидел, она просто плачет, потому что звучат такие слова в ее сторону, что она там падшая, аэродром и так далее. И что вы расстались? Это очень, как бы, стрёмно слышать, если человек хочет быть с тобой. А тебе просто в падлу сказать два слова, дорогая, извини. А я вообще не понимаю, что мы тут разбираем. Мне кажется, что не стоит, Серега, вот ты такой, какой есть, ты классный. Леша такой, какой есть, он тоже хороший. Дело не в том, у тебя своя тактика, у него своя. Настя любит его такого. Она ему простила все. Она ему простила череду женщин, она ему простила оскорбления. Я согласен, что она Богу прощала. И она простит его еще раз. Она его любит именно такого. Если он начнет по-другому себя вести, она его любит. То есть вы предлагаете ей терпеть дальше такое отношение? Я не предлагаю. Она сама выбирает этот вариант. Он ей настолько дорог, такой, какой он есть, что бесполезно заставлять, что... А почему мужчина не ценит то, что вот он так обращается, а женщина прощает, потому что любит? Вот я тебе могу сказать, вот именно такой он ей нравится, именно такого она любит. Нет, не согласна. Он был на протяжении того времени, когда мы второй раз сошлись, абсолютно другим, и поэтому я его полюбила искренне, по-настоящему, не так, как в отношениях. Первый раз. А сейчас начинается просто то же самое, что первый раз. Ну все, я не могу менять. Ну все, я не могу менять. Ты его приняла после долгого разрыва, ты его приняла, потому что ты его любимый. Все, что я не помог, Ксюма? Ты всем женщинам так будешь говорить? Ну такое-такое, что я пытался, я пытался, все это видели, даже разговоры шли, мы тебя не узнаем, что-то здесь подокон, что-то. Я пытался. А иногда люди, знаешь, делают вид, что они меняются, их гложет это, их это жрет изнутри. Да меня сжало, я это говорю, я не могу таким быть. Тогда зачем ты это делал? Да ради нее, зачем я это делал? Не просто так, что. Я говорю, я не такой человек. А почему ты не хочешь быть просто спокойным человеком? Да я не могу, у меня не получается. Я еще хотела сказать, что я сегодня собираю вещи и хожу с проектом просто. Я не говорю не для того, чтобы вы меня уговаривали, а просто решили. Настя, ну хватит сейчас, это сейчас все к чему, Настя. Леша об этом, кстати, знает. Она мне и за периметром тоже это говорила. Ну как бы все равно, да, Леша, ну пусть идет, она мне это за периметром уже говорила. Слушай, что мне сейчас делать, я не понимаю. Если Настю я сегодня отпущу, и она уйдет с проекта, не надо мне потом ночью звонить и говорить, Ксюша, пожалуйста, давай Настю вернем обратно. А было такое вот раз? Да. Где? Да. И ты будешь мне звонить на следующий день. По поводу какой девушки это было? Да, конечно. По поводу какой девушки это было? Элина просила вернуть? Да. Леша, ты за собой начни записывать, ты как старый маразматик, знаешь, уже не помнишь, что ты говоришь. Да, запретили разговаривать насчет Элины здесь и все. Да, запретили разговаривать, но вопросы у тебя все равно оставались. Сегодня на эмоциях никто не уходит, а мы завтра, Настя, к этой теме обязательно вернемся. Эй. Ты каким образом там оказалась, объясни мне, пожалуйста. Ты же расстался. Да, с ним. Все, Настя сейчас уйдет с проекта, я пойду и вещи помогу собрать. Холдно, а накрылся. Накрылся. Леша, я хочу... Я хочу, давай. Сказать. Настя, я тебя за все прощаю, вот за сегодняшнее, не надо извиняться, как бы. Вот, но я сам извинюсь, да, и это... И... Блин. Как сложно, да? Да. Слышишь, я не хочу, чтобы ты уходил из проекта. Может, все-таки останешься? А? Надо по плодению. Слышишь? Да, Слышь, я не хочу, чтобы ты уходил из проекта. Анастасия Ковалева в это часе перестала чувствовать себя счастливой. Вчера ссора из-за старых обид с Лешей Самсоновым закончилась потасовкой. Однако, поплакав, Настя решила не раздувать конфликт с любимым и покорно снесла обиду. Я вчера была в ужасе от Лобного места и от тебя в том числе. Меня ужаснуло, знаешь что? Меня ужаснуло то, как ты сказал, я все это время терплю, вот, держусь и строю себя хорошего. Лех, а зачем ты себя ломаешь? Объясни мне, пожалуйста. Так я же вчера Ксюх Налобно сказал, что ради своей любимой девушки. Я не хочу ее терять, потому что я ее люблю, да, но, блин, я не знаю, что сделать, Ксюх. Вообще не знаю, вот, честное слово, у нас уже были отношения, да, до этого, да, мы расставались два месяца, потом опять сошлись. Я не знаю, ну, что сделать. Я стараюсь как-то себя контролировать, как-то держать себя в руках, но человек, у меня только единственное объяснение тому, то, что она многие моменты не понимает и привирает в чем-то, да, в мелких каких-то таких. А может быть она привирает, потому что боится, что ты ее поругаешь? Так а зачем? Она же меня знает, я в любом случае вычислю. Я в любом случае, если мне нужно будет, нужно будет. Ты сам признавал, что она очень сильно изменилась, что она перестала выпивать, она очень хозяйственная. Не, я в шоке, да, но на одном вот этом, то, что она перестала выпивать, да, там, это показатель был один день свадьбы и все. Настя, знаешь, вот как бы не в обиду тебе, кажется, что ты несколько не хотела, ты прощаешь Алексею и все. Другая, возможно, женщина, даже вот вчера Елена, которая говорила о том, что, ну, вряд ли какая-то женщина бы стала это терпеть вновь и вновь, когда уже циклично получается то, что тебя обзывают уродина, говорят тебе, что ты шлюха, кидают тебя табуреткой, и это постоянно повторяется. Ты просто, я считала, нужно молчать, жить, продолжать спать с ним в одной же постели, и Леша ничего в итоге не лишен. Мы, по-моему, разговариваем опять на ту тему, которую мы обсуждали еще ранее, когда мы первый раз были в отношении. Повторяется. И правильно кто-то сказал, что люди пострадутся по ситуации, люди не меняются. Леша подстроился под ситуацию, Леша изменился во многом, но есть косяк, что мы по-прежнему продолжаем друг друга оскорблять на эмоциях. Понимаешь, дело не в мягкотелости, и дело в том, что просто этого, наверное, не изменить, потому что человек эмоциональный. Единственное, я думаю, что нужно, наверное, подсыпать Лешу успокоительное в тарелку, потому что, когда он пил, было все отлично. Придется готовить. Настя, ты вчера говорила о том, что ты сама заметила, что Леша себя ведет, например, в Собчак совершенно по-другому, нежели с тобой. Почему он с тобой так относится, к тебе так относится? Ну, это всегда, понимаешь, бывает. Вот когда люди чужие, когда их уважают, он, безусловно, меня уважает, я это знаю, но просто вот есть такие моменты, когда, ну, хочется все бросить и уйти от него. Ей бы очень хотелось, чтобы ты себя вел как с Ксенией Собчак. Вот об этом она мечтает. Чтобы ты такой, как ты ведешь себя с Ксюшей, был с ней, со своей любимой женщиной. А как Ксюша? Вот, допустим, мы там мало видимся с Ксюшей. Как Ксюша со мной ведет себя? А я вот только называю имя Ксюшу, оно тебе уже вызывает улыбку и смущение. А когда я говорю Настя, ты мне говоришь, этот человек, понимаешь, вот она разница. А Ксюша, Ксюша, этот человек, тоже могу сказать, что со мной, понимаешь, Елла Павловна, ну, так не ведет себя, как она. Она мне вчера на Тече спросила, а вот если бы я на месте Насти была, я говорю, Ксюх, я говорю, если бы ты вела себя, как Настя, в тебя бы тоже стул полетел. Я говорю, для меня не имеет значения. А после табуретки в следующий раз что полетит в голову, скажи мне? Ну что, я буду себя контролировать, я думаю, я тем более в голову не кидал, блин, ну все знают, если бы хотел в голову табуретки кинуть, я бы взял и кинул, понимаешь. Я на эмоциях нечаянно толкнул, но она долетела до нее. Леша, я тебя просто очень прошу, Настя, хорошая девочка, прекрати на ней издеваться. Я начал новую жизнь с ней, да, я ей говорю правду во всем, какой бы ни была права, во всем, и про Елину, и про все, и дословно про разговор, во всем. Я не хочу попадаться больше на вранье там, чтобы она там еще что, чтобы она огорчалась, во всем. И я хочу от нее видеть это то же самое. Вот хочу, чтобы она... Прямо во всем ты ей правду говоришь. Да. Прямо во всем. Ну хорошо. Ну точно так же и она, Леха, во всем говорит тебе правду. Мужчина это такое существо, когда ты его быстро прощаешь, у него на подсознании, он не думает даже об этом, у него на подсознании просто прокатило, значит можно делать еще. Еще раз делал, значит можно и это мне позволяет делать. Кинул табуреткой, простили, значит и это мне позволяет, значит я могу все в этих отношениях. Получается, что со стороны я вижу, что ты его любишь, а он позволяет себя любить. То есть он позволяет, он барин, король и там царь всея Руси, который сидит на троне, а ты возле него, вот как Женя сказала, как кошечка, ластишься, извиняешь, прощаешь, обнимаешь, целуешь, убираешь в квартире. Это мое дело, прощать его или нет, я еще раз говорю, я знаю Лешу лучше всех вас. Я понимаю, что если я сейчас начну ходить в женскую, либо еще что-то, это не изменит ситуацию, Леша не поймет, Леша еще больше накрутит. Поэтому единственный выход, я еще раз говорю, если пройдет такая ситуация, я совершенно не задумываюсь, просто иду с... Наша тема, это Настя. Настя, хочется к тебе обратиться. Привет, Ксюша. Привет. Ну что, вчера, насколько я понимаю, Леша не очень красиво с тобой поступил. Ну да, не очень красиво, это еще как-то мягко сказано. Очень красиво. Ну и как будем с этим справляться, что ты намеренна? Ну ты знаешь, я сегодня всем пыталась объяснить, потому что многие говорят, что ну вот, ты должна обижаться неделю, как минимум, дай понять ему, что он не прав. Леша не из тех людей, которые учатся игнором, он не такой человек. За это время, пока я буду обижаться, Леша накрутит тебе еще в два раза больше, в два раза больше обид будет, и это все бесполезно. Я пытаюсь все-таки на словах ему объяснить. Это правда, Настя, ты абсолютно права. Ну вот. Потому что игнор, это только будет ему, в общем-то, доставлять те эмоции, которые он и пытается из тебя выжить вот этими ужасными действиями. Леша, ну ты, на самом деле, я тебе уже вчера все сказала, ты тоже хорош. Ну как можно в девушку кинуть табуреткой? Настя. Ты что с тобой? Да я не знаю, что сказать-то. Ну, подожди, ну мы разговаривали с ней вчера и все решили, что... Ну тебе стыдно за свое поведение? Конечно. Точно? Конечно. Ты так больше делать не хочешь? Я так и не хотел делать, понимаете? Настя, тебе очень дорогой и близкий человек, ты просто сейчас не знаешь, что сказать, правильно? Я не знаю, что сказать, да, потому что... Ну потому что тебе стыдно. Да, мне стыдно, я тебя люблю, сейчас жди, скоро приеду. Ксюшенька, еще сегодня Настя говорила, что поставит перед Лешей ультиматум. А если еще раз он поднимет руку на нее, то она уйдет с проекта. И она права об этом. Ну мне никто не ставил ультиматум. И тебе вчера об этом налогном присед сказал. И она... Что ты мне вчера сказала? Я на тебя руку не поднимал. Еще раз твоей стороне оскорбление будет, до свидания тогда. Леш, ты поднимал не руку, а табуретку, это еще хуже. Ну я сказал, еще раз твоей стороне оскорбление будет, изначально первое, то есть до свидания, могу так же тебе сказать. Леш, ты понимаешь, что девушка живет с тобой, боится, Леш, но зачем ты сейчас это говоришь? Если ты в этих отношениях собираешься ультиматуму ставить, то давай я тоже буду ультиматуму ставить. Леш, зачем ты сейчас себя так ведешь? Ты очень неправильно. Да и мне все равно, ну что? Что это за бред такой? Ну ты считаешь, что это нормально? Мы вчера с ней поговорили, еще вчера там... Леш, ты веришь, что я тебе друг? Вот я тебе говорю, что ты неправ сейчас. Ты себя ведешь неправильно. Сюш, вот Настя хочет добавить, тут маленькую лепту нести. Да что тут добавлять? Тут очевидно, я от Леши хочу услышать. Леш. Да ничего вы не услышите от меня. Ну, я все понял. Нафиг надо, это все фигня вообще. Настя, еще раз говорю, призываю тебя на это не реагировать. Пойми, вот в тот момент, когда ты на эту провокацию поддашься и все-таки скажешь ему, ах ты там, козел, дурак и так далее, это уже будет опять твой проигрыш. Вот набери сейчас сил, выдохни и пойми, что просто он сейчас волнуется и не знает, как в этой ситуации себя вести. Сюш, а можно ответить? Да. Знаешь, я не собиралась его оскорблять, просто почему он волнуется, а я в такой ситуации сейчас пытаюсь как-то оправдать его. Потому что кто-то должен быть умнее. Я надеюсь, Настя, тогда ты будешь умнее в этой ситуации. Да, я тоже надеюсь, что ты будешь умнее в наших отношениях. Леш, ну ты очень себя некрасиво сейчас ведешь, я вот очень разочарована. Да как бы мы вчера с ней просто поговорили и сейчас она мне ставит ультиматумы какие-то... Я ужасно расстраивалась, ты можешь, Леш, давай вначале голос, пожалуйста, на три тона. Сама косячит ультиматумы просто-напросто. И она ультиматумы ставит. Однако девушка, не дождавшись от Самсонова никаких объяснений, решила проучить его и в отсутствие парня покинула периметр. А Леша, вернувшись на поляну, тут же выставил все вещи Ковалевой за дверью. А в городских квартирах Анастасия Ковалева, сбежавшая вчера из периметра, сообщила ее жителям, что сегодня уходит с проекта. Ну, уходи, ну что мы с тобой будем делать здесь? Да не, я прям даже не хочу. Прям устала. Он так уверен, что ты ему все простишь. Мы вчера сидели, разговаривали, я говорю, тебе у нас все все прощают. Он говорит, да, она все прощает. Я говорю, ну знаешь, что рано или поздно терпение кончается, это уже у тех, кто все прощает. Да нет, да, надеемся. Нет, хотелось просто как по-хорошему, понимаешь, не хотелось же таким же... А ты ему подругляйся, ты правильно делаешь, ты себя правильно очень ведешь. Ну, не надо вот это вот все. Тебе и Собчак даже это сказала. Просто, видимо, вот Леха такой, он не ценер, когда у него есть. Он вчера приехал, с Катькой разговаривали, и он мне ни разу не перезвонил, вообще ничего. Ну, он сделал вид, что ему все равно, естественно. Он собрал мои вещи, перетащил в женскую, я просто, чем в женскую, ты же сказала. Это Катя позвонила тебе? Нет, я уехала вчера, пока он ехал с Герцикой, я уехала. Ты в женскую поехал? Нет, я в Розу уехала. Куда? Ну, ночевала в розовую, да? Ты в розовую ночевал? Ну да, я поехала. Хорошо, чтобы мы белье не забрали, это хорошее белье. Да, да. Нормально, 500 рублей положи себе. И сюда 500. Настя с проекта уходит сегодня. Да ты чего? Да? Пипец. Ну, вообще, я в шоке. Мне жалко. Мне жалко очень чисто по-человечески, знаешь почему? Ну, во-первых, когда мы с ней общались, она нормальная, хорошая девка, в принципе. Она выдержанная, спокойная. И вот я смотрела, что ради отношений она прощала все, Леша, с рук спускала. Ну, извините. Что извините? Я в шоке. Ну, извините, вот так вот он нормально. Это вот он сейчас сидит. Стулом кинул, налобным непонятно кем вообще назвал. А ты заметил, как он вчера перед Ксюшей себя вел? А че, а че? И он заглядывается на Ксюшу, ему наплевать, что девушка его сидит. И вот не показывает, как она расстроена, как он вот даже не... Не понимает, что она ошибся. Лера, расстроена, понимает, не понимает. Ты понимаешь, что реально Настя, все, последняя капля была вчера, вот с этим вот лобным, да? Она собралась, она не собрала свои вещи, она не решила уходить с проекта или расставаться с ним. Правильно? Она просто пошла потусить. Раз тебе можно, дозволено вот это, да, я тоже хочу как-то развеяться. Например, ну, без тебя, да, без тебя. Но это же не значит, что она непонятно во все тяжкие пустится. Нет, ты понимаешь, когда бывает, ну, тяжело тебе, да, ты хочешь выехать за тренингер и в клуб. И она не говорит о том, что сразу спать куда-то, ехать с кем-то. Это просто расслабиться, да, чтобы забыться. После этих стульев, тарелок летающих, она так никуда и не ходила, нигде и не была. Поехала отдохнуть, Леша что делает? И чтобы дождаться и поговорить, выяснить, да, и не просто так же она собралась и без него поехала. Ну что, в чем проблема? Почему опять поругались? Знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что не было проблем, а тут, видать, это все накопилось у него, потому что он человек-то другой на самом деле. Он эмоциональный, он привык рушить, крушить все. Но когда дело доходит, знаешь, до синяков уже, когда у меня хватает, у меня синяки на теле остаются. Это, я считаю, неприемлемо. И, ну, как я вчера уже говорила, знаешь, показывать, ему доказывать, что я обижена тем, что я, да, там, уходить в женскую спальню, ну, это неправильно. Это смысла в этом нету, что Леша не поймет все равно. Но будь мудрее в этой ситуации, ты же вчера себя очень правильно вела, вот я прям так смотрела, радовалась, какая ты молодец, какой ты умный человек. Ну, дождалась бы ты его на поляне, зачем же ты уехала? Ты знаешь, я просто, у меня накопилось. Я каждый раз веду себя по-мудрому, и все это замечают, все об этом говорят, но только в душе, знаешь, очень больно, неприятно. Конечно, поверь мне, я знаю. Но просто ты пойми, он же специально тебя провоцирует, он ждет твою реакцию. А зачем это он делает? Потому что он не привык к тому, что к нему хорошо, с любовью, с теплом относится. Вот, так это неуверенность, что ли? Он все время думает, что где-то... Ну, смотри, здесь же невозможно давать оценки. Конечно, это неуверенность, и мы с тобой можем, ну, то есть я тебе точно могу сказать, что я Лешу вижу как очень доброго, хорошего человека, но дико неуверенного в себе, с массой комплексов. Это так. Но как человек он хороший, он порядочный, он не кинет. Просто вопрос в том, что он привык получать этот негатив. Ты обрати внимание, с какими он женщинами всегда общался. Это всегда женщины, от которых ты именно получаешь вот эту вот агрессивную реакцию. Поэтому тут только вопрос твоей выдержки. Если ты в течение какого-то времени будешь не давать этого негатива, он начнет перестраивать свои мозги, начнет перестать этого хотеть. Привет, моя любимая. Ты чего, Лёха? Привет, я не могу встать. Игрок ты наш. Ты тренировать приехал? Нет, я приехал забрать свою любимую девушку. Черт возьми. Если будет немножко, тогда будешь ждать, там, ну так вот, на когтях немножко, да? Че? А? Ты чего свалила вчера? Как ты с ней разговариваешь, Лёха? Юля. Давай выйдем. Ну, давай. А то сейчас начнется исполнение на публику. Нет, давай ты выйди, а я посиди. Ты мне ручки еще подай, пожалуйста. Че ты сейчас свалила? Нагулялась? Нафиг. Она пришла в 10 утра, в полвечера. Нагулялась? Друзья, ну открывайте, если че. Мы даже гуляли. Ребят, белье чистое. Я просто уехала, чтобы мне обидно было. Да? И куда ты уехала где-то было? В кафе сидела. А, да? В каком? Ровно в 2 часа. В каком? В какое было по пути? Друзья как поживают твои? Я с друзьями не общалась. А, с кем? Приехала моя подружка, Рита. Мы посидели троем, и они хотели потом поехать тусить. А кто третий? Ну, девочка. А, еще одна девочка, да? Да, Лиза зовут. И что дальше? Ничего. Они хотели потусить дальше, поехать искать, вызовет меня. Они на машине были? Да. Ты, скажи мне, ты сто процентов решил уходить с проекта? Все об этом уже говорят, все об этом жужжатся. Ты должен сейчас не об этом говорить? Нет, я должен об этом, потому что мне нужно знать, понимаешь? Я иду к чему-то определенному, понимаешь? Чтобы идти чему-то определенному, какая разница? Чтобы идти к чему-то определенному, я хочу знать некоторые нюансы просто-напросто. Я имею на это право, и в этом ничего нет. Это не нюанс даже. Это нюанс, маленький нюансик. Совсем маленький. Блин, у тебя пахнет, тебе нравится? Да, попробовала, дно домашней маме привозила, Тиграну. Красно. Нет, жур. Прям, вот я тебе отвечаю, я тебя спрашивал, там сидел, ты меня обманул опять. Или ты не пиваешь? Я думаю, ты вчера спрашиваешь, и сейчас просто. Да, я вообще не видел, что я сижу воняю. Господи, два глотка она там не набила. Да как будто два глотка, ты уже выпила там дофига, блин, полно. Уже все вино, наверное, выпила. Мам предала, ты выпила все. Всегда. Блин, ну как тебе боль, и как я с тобой буду целаться, если вино он тебя несет? Не целуйся, Леша. Окей, а вот и не целуйся. Так вот, видишь, я не целуюсь, я не лезу. Ты здесь развлекаешься, вино пьешь. Боже, я первая в жизни такого человека вижу, как ты. Вот я тебе серьезно говорю. Это какой-то кошмар. Что, кошмар сразу? Ты какой-то шизофреник. Тебе нужно у психолога спроверить. Чего ты оскорбляешь? Куда? Чего ты меня оскорбляешь? Чего ты оскорбляешь? Что зашелось в реником вызываешь меня? А ты кто? А? Вообще. А что я тебе по факту говорю? Я страдаю там, а ты здесь развлекаешься? А что? Нормально, что? Хи-хи, ха-ха, вон, селедочку, водочка. Дурак. Ой, ты дурак, ты господи. Фу. Вином несет. Блин, вот я такой чувствительный, даже не представляешь. Я очень чувствительный молодой человек. Ты даже не представляешь, какой. Зай, ну я прям жрусь, га-жу-заю. Ладно, давай. Давай, целоваться. Ой, какая тебе раль. Ой, забыла сказать подводку, поэтому встречаем Ксению Бородину. Замечательная подводка, я считаю. Я хочу начнять, начнять. Какой телевизор такой? Ой, какой телевизор? Какой телевизор? Скореженный, скореженный. Я хочу начать с того, что, к сожалению, у нас сегодня сломалась плазма. Никто не подумайте, что телепроект «Дом-2» беднем. Но мы всегда найдем выход из ситуации. И дело в том, что сразу вот товарищи администраторы принесли хоть что-то для того, чтобы вы нас видели. Ладно, ребят, все посмеялись. Давай теперь перейдем к серьезным темам нашего разговора. Итак, Алексей Самсонов. Неужели? Я не верю просто своим глазам, ушам. Даже вот давайте ущипнем меня для того, чтобы я поверила в то, что Алексей Самсонов собрался и приехал за своей благоверной. Здравствуйте, ребята. Да, это так. Здравствуй, Хрюша. Здравствуйте, Хрюша. Не, я подумал, что я решил сорваться так спонтанно, поехать. Потому что выяснил, что мне надо, и все хорошо. Алексей, вот таким разговором. Не, не, не надо аплодировать вот этой жидкой речи. Никому не нужность. Вот я сразу говорю. Я могу не жидкая. Она очень жидкая. Я могу не жидкая. Поэтому, Алексей, вот эти вот все понты на лобном месте, да, они сейчас заканчиваются с этого момента. И начинается искреннее отношение, искреннее проявление любви между тобой, Анастасией. Поэтому давай, мы сейчас все замолчим. Ты сегодня чуть не потерял любимого человека, потому что твой любимый человек хотел уйти из проекта. Да, да, да. И дальше ты скажешь нормальную речь, которую мы все хотели бы послушать. Так я могу сразу сказать. Нет, нормально, спокойно. Выдохни и скажи. Искренне, чтобы мы поняли. Я приехал сегодня сюда для того, чтобы забрать Настю обратно на поляну. Потому что я не хочу терять этого человека. Настю не хочу терять. Да, это у Настю. Я ее очень сильно люблю, уважаю ее. Все вот эти истории, там какие-то флирты, там кто-то замечал, кто-то не замечал. Собчак, они закончены. Вот. И я пошел в жопу. И я не хочу, как бы, ну... Ну, я люблю Настю, и это моя вторая половинка, и все, и мы будем вместе всегда. Как говорила Фаина Раневская, вторая половинка может быть либо у таблетки, либо у другой части тела. Ну, это моя другая часть тела и моя таблетка. Хорошо, замечательно. Давайте поаплодируем ребятам. Давайте послушаем еще, что нам скажет Настя. Ну, если честно, я вообще не ожидала. Я делала вчера, уходила, то есть, да, с поляну, уезжала. Не для того, чтобы Леша там бежал за мной. Просто мне, правда, было обидно, и когда позавчера мы с ним помирились, когда я сама свела эту всю ситуацию со стульями на нет, я просто хотела, чтобы Леша понял, что я не хочу раздувать конфликты, что я его люблю. А Леша, ну, вчера сидел и просто боязничал на лобном. Ну, как-то некрасиво все повел. Поэтому мне стало обидно, я не знала просто, куда деться. Поэтому уехала, убежала, можно сказать. Ну, сейчас... Ну, я ее догнал и нашел. Сейчас я рада, что так все получилось. Все, спасибо большое. Мы переходим на поляну. У Алексея Самсонова период волнений только начался. Леша хоть и помирился с Настей после недавней ссоры и ее отъезда ночевать в городские квартиры. Но он постоянно нервничает, так как подруги сомневаются и ревнуют ее к бывшим мужчинам. Из-за переживаний Леша не спит, не ест. Да и Настя из-за этого по ночам остается без ласк и поцелуев. Он себе накрутил, он получается, знаешь, такой человек, он сам себе накрутит, в эту ситуацию вникнет, которой в принципе не было, которая у него только в голове. И начинает этой ситуацией жить. Хотя я сижу и не понимаю, что с ним происходит. Он есть не может, пить не может. По кровати вот так вот просыпаюсь, он ногами ко мне как-то вот поперек лег непонятно. Я вообще не понимаю, что с ним происходит. Настя, а ты скажи, он только есть и пить не может или еще кое-что? А, нет, ну вчера он смог наконец-то. Я его развела на дверь. С гоем пополам, что ли, да? Разгоняющий. А, что ты? Ну вчера он тоже отказывался, отказывался, между прочим. А что значит, наконец-то, значит, позавчера не смог, что ли, или что? Нет, ну позавчера, ты знаешь, я его поняла. Если бы его не было, я неизвестность, это, ну знаешь, это такое страшное, если честно, понятие. Вот он не знал, где я была, и он накрутил себе. Я бы как девушка, наверное, тоже накрутила в два раза больше. Но вчера я уже просто начала нервничать. И говорю, Леша, ну сколько можно? Ну, я тебе клянусь уже, поклялась им, чем можно, что я ни с кем не была, у меня ничего ни с кем не было. И просто уже начинает напрягать. Он лежит как этот, знаешь, я к нему лезу целоваться, он, я не могу, у меня перед глазами пелена. У меня перед глазами, как тебя кто-то трогает, как тебя кто-то целует. Я лежу в потолок, смотри, боже, думаю, вот что делать? Просто не в потолок надо было смотреть, а куда-то в другое место. Может быть, это, пелена с палубой сразу. Потом, когда я психанул, он понял, что это чревато, и потом уже могу на следующий день я отвернуться, и, знаешь, и пелену на глаза надеть. Настя, получается, что-то сломало мачо проекта. Привет. Привет. Говорят, что переживаешь-то из-за всей ситуации. Ничего я не переживаю, как бы, потому что все, что можно, как бы, я узнал, ну, как бы, где она была, в каком заведении. Реально с подругами, то, что я посмотрел запись, во сколько она вернулась в городские квартиры. Сравнил по камерам, какая машина подъехала, по ее словам, по камере. Я все это разузнал, и я знаю, что она нигде не была. Но я человеку решил просто показать то, что неприятно, когда человек находится в неизвестности. Просто есть ощущение, что у вас есть какие-то проблемы, как интимного характера, так и просто в личной жизни? Ну, я отворачивался от нее, я ей не давал того, чего она, как бы, хотела. То есть я ей объяснял, я говорю, у меня стена, у меня такое ощущение, как будто бы улазь чужим мужчина. И я прямо сказал, я говорю, я тебя не хочу. Ну, мы просто привыкли в тебе видеть такого брутального мужчину, а ты, оказывается, такой тонкий, сентиментальный. То есть я хочу узнать, это любовь? Любовь. Это не задетое мужское самолюбие. Нет, это абсолютно нет. Я за периметром с людьми, с друзьями тоже разговаривал. Нет, это реальные чувства, понимаешь, и я переживал из-за того. Ну, по большей степени я ей показывал то, что не нужно такой движухи. На моей памяти это первая девушка, которая доводит тебя до таких переживаний в душе. Ну, как бы... Да, да, признай это. Ладно, признаю. То, что у Лехи какие-то... Это просто комплексы мужские. Вот он всегда сомневается со своей девушкой. Это есть комплексы. Если ты в чем-то ее пытаешься уличить, подозреваешь, там еще третье-десятое, надо начать с себя. Если ты чист перед своей женщиной, то смысл тебе ее искать, копаться. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Для чего копаться в каком-то биле? Нет, я тебе скажу. Он считает, что она его обманывает. Вот когда он ей говорит, что вот ты целовалась, допустим, с Тиграну другом, ты там целовалась, там, Кузин трогал тебя. А Настя говорит, что нет, я такого не делала. Если бы она сказала бы, да, так было, она говорит, нет, такого не было. Хотя все потом говорят, да, это было, было, было. Но Настя упирается. Отсюда возникает недоверие. Когда она где-то гуляла ночью, да, вот этот день, она говорит, что ничего дня не было. А у Лехи думает, что она опять его обманывает, что у нее что-то было. Лишь, смотри, зачем тогда он на лобном месте при всех встает и говорит, родная, прости меня, я был неправ, я хочу быть с тобой, давай мы все забудем и начнем все с нового листа. Если ты как бы извиняешься перед человеком, то ты должен на подсознании понимать, что да, я извинился, все, я это забыл и отставил в сторону. Если его это гложет, ему не надо с ней встречаться. Потому что его это будет, у него сидит внутри червячинка, которая его жрет, как яблоко. Вот червячок есть маленький, он ее жрет, гложет, гложет, гложет. То, что он не мог даже заняться любовью с Настей, говорит о том, что он безумно ее любит и ревнует. И вот действительно, вот Насте неприятно будет, но я сравню, с Элиной такого не было. Все то же самое было. Когда твою женщину перебиваешь, ты бесишься, пожалуйста, не перебивай меня. То же самое, он уходил за ней в проекте и так далее. Можно я скажу свое мнение? Ты же джентрами у нас, да, я немножко скажу. Кать, отсюда тогда вопрос, значит, что, Настя, получается, сломала Леху? Или как это называется? Нельзя говорить сломала. Когда человека сломают, он ползает на коленях, как тряпка. Леша не ползает, он лишь поступил мудро, он меняется. Вот, он любит ее, и она любит его. И все, никто никого не сломал. Леху не сломать. Леха у нас, не бойся никого, ничего, кроме меня. Что, нерантик мне появился, ничего нет? Ну ничего. Сяжись впереди. Вся жизнь впереди, надейся и жди. Лохи у меня. Боже, как болезненно ты на эти слова реагируешь. Как ты болезненно-то, а вот прям тебе комплексы какие-то, не пойму. Так я согласен с этими. Так я не согласна. Я согласен с этими словами. Я не согласна. Ой, ты специально сейчас это все говоришь, что как дебил последнего часа выглядишь. Подожди, я не специально говорю, я считаю, что ты меня сломила. Ты та же. А я говорю, что это не сломила, понимаешь? Это то, что ты стал башкой себе признать свои ошибки. Да нет. Так я считаю, что ты меня сломила, реально, ты меня сломила. Давай. Дебильный смех вот этот свой. Мерзкий, как у маньяка. Да что тебе, подожди. Если я согласен с этими словами, с ребятами, то что? Блин. Будешь упираться, я не буду опять ночью с тобой сегодня спать. Ну не спи. Ну и не буду. Ну не спи. Я тебе серьезно говорю. Пугал, боже, я уже прямо за три слои. Неделю с тобой больше спать не буду. Ай-яй-яй. Посмотришь. Завтра выходной беру. И все. Алексей Замсонов своими недавними выяснениями, где и как проводила Настя ночь в городе, и переживаниями из-за общения Насти с другими мужчинами совсем себя измучил. Настю без внимания и нежности оставил и приковал внимание всего коллектива. Ну я не знаю, во-первых, где до четырех утра было это раз. Два часа. Вот. Сидела в кафе и рассказывала. А во-вторых, у меня не было никогда такой ситуации. Я не знаю, как выходить из ситуации. Я реально пригрузился, загрузился, да. Вот. И ну реально паранойя по этому поводу. Не знаю, ну не знаю, что делать. Настя. Лёх, а я тебе скажу, вот признание проблемы, это первый шаг для решения. Признать, а потом как-то начинать постепенно решать. Так нет, подожди, а что признавать? Ну что ты перевыновался, что ты сильно ревнуешь там Настю. Просто ты признайся. У всех бывает. Я вот тоже, когда с Ксюшей ссорюсь, да, там бывает переволнуюсь. Ну конечно, сбоев не давал еще, слава богу. Не, никаких, не, вы говорите совсем не на ту тему, сбоев никаких нет, это раз. Я просто принципиально, на следующей ночи я принципиально не спал с человеком, потому что... Настя сама сегодня призналась о том, что были сбои, да. Так мы сегодня переспали уже ночью, чего вы? Слава богу, Алексей. Похлопай, похлопай. Тебя просто теперь все время будут преследовать подожду. Как будто мне 75 лет. Вы так хлопаете! Что за бред вообще? Не спать бы, наверное, не знаю. Что за бред? Леш, ты же рада, что ты не кушаешь, ты там по ночам плохо спишь, но это же все отражается. Дай я тебе скажу, что смысл в том, что я и Настя сегодня пришел после тренировки, я объяснил, что я просто показал человеку, что не надо больше такой движухи делать, да. Я в ту ночь, я очень хотел, я перевернулся на живот, ну что подо мной он лег. Вот. И, понимаешь, как бы, и я очень хотел, но я принципиально не спал с человеком, потому что, чтобы человек подумал, что не нужно таких моментов делать, потому что... Ты наказывал сексом. Я наказывал сексом, да. Но вчера я его развела на секс. Вчера она развела, да, меня на секс, как бы, вообще все, все закончилось у обоих хорошо. Но ты считаешь, что это не проблема, ты хотел человека, но не дал, не дал, можно так сказать. Проблема в том, проблема в том, проблема в моих мыслях. И все. Хорошо, у нас есть мнение, Оля. Я считаю, Леш, так, что если ты прощаешь девушку, если ты ее возвращаешь, нужно отпустить все, чтобы ее забыть. Да не хрена. Надо отпустить это уже, надо научиться доверять людям. Я понимаю, это трудно, но без этого вообще никак, Леш, ты сам себя сожрешь и, правда, похудеешь, опять фиг знает на сколько. Не надо. Спасибо, Филипп. Да. Ну, что я могу сказать, после этого лобнуло, хрен, что получится теперь. Нет, я хочу сказать Алексею, обратись. Я переживаю. Давай, Фил. Я хочу сказать Алексею, что все-таки наказание сексом, это очень плохая, очень плохой метод, на самом деле. Есть куча других способов, Леш. Это женский метод, на самом деле. Да, это вообще женский метод, девочки обычно нас шантажируют этими вещами. Потому что надо уметь сравними заниматься сексом. Ты можешь ее, например, оставить в душе спать на ночь? Да что ты! Она подумает стоя, у вас как в ванне нет, она стоя подумает о своем поведении. Это она думает стоя. Ладно, мы рады, что у ребят все хорошо, вот, и что у них даже хватает смелости быть такими окрасочными. Откровенными, и это тоже, знаете, достойно аплодисментов. Алексей, мы еще раз тебя аплодируем. И переходим к...